Здравствуйте, меня зовут Елизавета и с вами Домашняя Игротека. Сегодня мы с вами научимся играть в игру, которая называется Точки. И нам с вами понадобится два фломастера, карандаша или ручки разного цвета, листочек и соперник. В эту игру надо играть более чем двумя людьми. Давайте я вам объясню правила. Листочек нам нужен с вами в клетку. Каждый соперник на этом листочке на пересечении наших клеточек должен ставить точку. Вы должны чередоваться. Смотрите, в чем главная особенность. Вы ставите точки по очереди. Я поставила точку. Допустим, мой соперник. Точки вы ставите рядом, но не обязательно. Главная задача точками окружить точки соперника таким образом, чтобы захватить как можно больше территории. Вы можете соединять территории прямыми линиями. Как только вы замкнули свою линию, ваш соперник не может ставить на этой территории точечки. Смотрите. Все, на этой территории точки фиолетовые мы ставить не можем. И линии, соответственно, проводить тоже. Игра очень увлекательная и интересная. Смотрите, видите. И довольно занимательная, поскольку вы можете играть вообще практически неограниченное количество времени. Вы таким образом должны присоединить как можно больше территорий на листочке. Важно, мы ставим точки только на пересечении. И на чужой территории мы точки ставить не можем. Давайте я продемонстрирую, как эта игра будет выглядеть в реальности. Давайте я, допустим, начну и ставлю точечку вот тут. Видите, как ловко мой соперник обыграл меня. Тут вот до пересечения это неправильно. Такого быть не должно. Давайте попробуем заново. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok То есть вы можете ходить абсолютно по-разному, вы можете строить многоугольники, треугольники, можете играть с линейкой, кстати говоря, так у вас будет выглядеть все дело аккуратнее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, в принципе, я думаю, что этого достаточно. Принцип игры понятен. Мы с такой интересной игрой с вами сегодня научились играть. Она очень увлекательная, вы можете провести за ней целый вечер. Играйте сами, играйте с родителями и до новых встреч!